МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суд в Дагестане арестовал молодую женщину, подозреваемую в продаже своего новорожденного ребенка. По версии следствия, в декабре прошлого года женщина предложила местной жительнице приобрести у нее ребенка за 800 тысяч рублей. Позже покупательница усомнилась в законности действий и сообщила об этом правоохранительные органы. В ближайшее время следствие предъявит женщине обвинение. В интернете давно уже можно не только играть и получать нужную информацию, но и неплохо зарабатывать. А там, где деньги, не обходится без мошенников. Способов развода пользователей в последнее время достаточно много. Как не стать жертвой обмана, расскажет Алина Багилова. СТУК! 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 Так можно назвать аферу с банковскими картами. А так выглядят мошенники, которые вам звонят. Представляются работниками банка, кредиторами, а иногда даже военными. Изобретательности аферистов можно только позавидовать. Схема проста как мир. Звонят людям, представляются сотрудниками банка и сообщают плохую новость. Мол, с банковского счета жертвы кто-то списал деньги. И для того, чтобы остановить несанкционированный платеж, необходимо назвать цифры из СМС. Активность кибермошенников беспокоит и МВД республики. Только за прошедший год было выявлено около 600 случаев мошенничества. А общая сумма ущерба достигла чуть ли не 100 миллионов рублей. Это только в Дагестане. Чтобы решить проблему, создано специализированное отделение по борьбе с интернет-преступностью. Колоссальный рост идет по стране. Создаются целые группы на факультетах МВД, которые будут работать в этом направлении. То есть проблема поставила задачу. Не мы предполагали, что такое может быть и готовили людей, а мы столкнулись с проблемой и после этого начали ее решать. По данным Центробанка, количество звонков от аферистов в период пандемии выросло вдвое. Специалисты предлагают несколько вариантов, как не попасть на удочку аферистов. Если вы получили смс или вам поступил звонок, в ходе которого предлагают назвать данные вашей карты, предлагают назвать номер банковской карты, три цифры кода, которые с обратной стороны карты, или код, полученный в смс-сообщении, имейте в виду, что, скорее всего, вы столкнулись со злоумышленниками, ни в коем случае не передавайте данные. Мы говорим о том, что представитель банка может позвонить клиенту, если видит о незаконно совершаемых операциях по счетам клиентов. Но при этом мы все-таки рекомендуем, если вы столкнулись с смс или с телефонным звонком, прекратить разговор, не вступать в переписку, а самостоятельно позвонить в банк и уточнить цель звонка от этой кредитной организации. Несмотря на рекомендации специалистов, самым эффективным способом борьбы с мошенниками остается бдительность самих людей. Алина Багилова, Муса Салгиреев, Нурмагомед Магомедов и Мурат Бекпарзов. Телеканал ННТ Махачкала. За неделю на дорогах Дагестана погибли 10 человек. Так, накануне смертельное ДТП произошло в Буйнакском районе. Двое сотрудников полиции погибли в автоаварии с водовозом. Тяжелая машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась прямо в служебный автомобиль. На месте скончались 27-летние сержанты и 37-летний старший лейтенант полиции. Еще одна авария произошла на трассе «Кавказ» в Карабудахкенском районе. Там КАМАЗ смял автомобиль ВАЗ-2107. В результате происшествия погибли две женщины. Водитель машины и еще двое несовершеннолетних пассажиров были госпитализированы. В МВД отмечают, что основной причиной автоаварии является беспечность автомобилистов, а не погода или другие обстоятельства. Из-за участившихся ДТП автоинспекция перешла на усиленный вариант внесения службы. Время министра спорта Дагестана встретилась с участниками драки на соревнованиях в Каспийске. Магомед Магомедов посетил накануне дворец спорта имени Али-Алиева, где на молодежном первенстве СКФО произошел инцидент. Руководитель спортивного ведомства подчеркнул, что у народа Северного Кавказа всегда связывала крепкая дружба. Также в Рио министра спорта призвал арбитров к объективному судействию, которое зачастую и приводит к подобным конфликтам. В то же время Магомед Магомедов назвал недопустимым поведение спортсменов, которые обязательно понесут наказание, как пример для всех остальных. Ни одна медаль, какой бы высоте эта медаль ни была, если обладатель этой медали он человеком не стал. В первую очередь для любой семьи, для любой республики, для любого народа нужен правильный воспитанный красивый человек, а потом и ваши достижения. Духовный лидер шейх Ахмад Афанди встретился с богословами из Карабдухкинского района. Мероприятие началось с чтения Корана. В ходе общения муфти отметил, что подобные встречи укрепляют братство ученых. Шейх Ахмад Афанди затронул тему борьбы человека с сокрытыми душевными пороками и духовного воспитания личности. Важно каждому из нас искоренить дурные качества. Арикад не должен стать причиной раздора, а наоборот, причиной объединения должен служить Арикад. Вокруг мазхаба надо собираться, другого нет. А Арикад, кто хочет, вступает для очищения своей души, кто не хочет, не вступает. Здоровые люди в больницу не ходят. Во время беседы религиозные деятели обсудили актуальные проблемы общества. Богословы подчеркнули необходимость избегать возможной разногласий среди ученых. У нас есть руководство духовного управления, с ним можем посоветоваться. Самое главное, я думаю, мы должны на одном объединиться все, и никаких разногласий у нас не должно быть. Если даже есть какие-то разногласия, вот так вот собраться, и здесь эти разногласия можно будет решить. В завершение встречи шейх Ахмад Афанди вручил религиозным деятелям памятные подарки. В России поменялись правила начисления детских пособий. С 1 марта родителям годовалых детей нужно будет лично подавать заявление на выплату. Через год процедуру придется повторить. Кроме того, необходимо проинформировать органы соцзащиты и пенсионный фонд о смене места жительства. Ранее процедуру просили из-за пандемии, а начисления продлевали автоматически. Фестиваль иностранных языков прошел в Махачкалинской 10-й школе. Стихи, танцы, песни и инсценировки известных литературных произведений на французском, немецком, английском языках. Почти 40 номеров представили ученики школ, гимназий и лицеи в столице. Подобные мероприятия развивают творческие способности, межкультурные коммуникации и позволяют выявить одаренных детей. По словам куратора фестиваля, его главная задумка – это отсутствие правил и жестких критериев к участникам. Я хочу просто, чтобы дети пришли и показали все то, что они умеют. Мне нужно, чтобы они просто пришли и, скажу простым языком, оторвались на сцене. Вот и все. В Центре этнической культуры Дагестана состоялось открытие персональной выставки живописи Шахнабата Лемагометовой, более известной как «Мастера по короткачеству». О том, как давалась ей каждая картина и кому она посвящена, художница рассказала моему коллеге Кариму Данееву. Ему слово. Талантливый человек талантлив во всем. Шахнабата Лемагометова известна в Дагестане как искусная ковровщица. Но долгое время другой свой талант она скрывала от всеобщего обозрения, чтобы эффектно явиться зрителю на своей первой художественной выставке. Она посвящена просто родным, близким, переживаниям, родным местам, в которых я прожила. Одна картина очень быстро дается, а другая переделываешь каждый раз, когда к ней подходишь. Площадка этноцентра для выставки выбрана не случайно, ведь в ее картинах переплетаются жанры, эмоции и ярко выражен Эднос. В работах Шахнабат родной край Дагестан играет новыми красками, и в каждой картине виден свой собственный почерк. Свои идеи она раскрывает через экспрессионизм. Мы не рассматриваем искусство отдельно современное или этническое. Оно в одной группе. Этника никуда не девается. Она в нашей крови. Открытие выставки посетило множество гостей, среди которых была министр культуры Зарема Бутаева. Она отметила значимость этноцентра в развитии культуры и искусства Дагестана. Я всегда очень с большим интересом наблюдаю за всем, что происходит на площадке этноцентра, потому что такая, знаете, креативная площадка, на которой презентуются арт-проекты, реализуются самые смелые творческие идеи. И вот одна из таких творческих идей сегодня воплотилась в жизнь. Мы ее знаем как талантливую ковровщицу, а сегодня открыли еще одну грань ее таланта. И с большим удовольствием проникаемся вот этим миром чувств, эмоций, которые она вложила вот в эти свои работы. Впереди у Шахнабад Аль-Магомедовой множество выставок, которые не оставят равнодушными никого. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Пять медалей, разные пробы выиграли дагестанские самбисты на чемпионате России, прошедшем в эти дни в Оренбурге. По итогам двух дней соревнований в активе республиканской сборной пока одно золото в весе до 98 килограмм лидировал Расул Магомедов. Эта победа даст ему возможность отстаивать честь страны на чемпионате мира. Помимо этого серебро в весе до 79 килограмм завоевал Загид Гайдаров, а бронзовые медали у Ильмиямина Джаватова, Гасана Хархачаева и Аллафсета Мамиева. Отметим, что в весе до 88 килограмм третье золото чемпионата России выиграл дагестанец Магомед Магомедов, но его медаль пошла в зачет сборной команды Москвы. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова